всем привет вы на канале алена нэнс и ко мне пришла новая клиентка соответственно с работой от другого мастера но ошибки другого мастера разбирать в этом видео я не буду так как хочу рассказать вам о своей работе о том как буду выполнять ее я я снимаю старый материал на оборотах 30 35000 фрезой барабанщик зеленой насечкой это твердосплавная фреза и я всегда своей работе предпочитаю все-таки твердосплавные фрезы керамика ну не очень для меня подходящий скажем так инструмент потому что она быстро нагревается и как по мне твердосплав убирает старый материал намного быстрее но конечно же это уже индивидуально кому чем нравится работать каждый мастер подбирает инструмент от себя но и под одним из прошлых видео и когда я выполняла себе выкладной френч я увидела что это для вас интересно что вы просили меня показать еще варианты выкладного френча ну и сегодня клиентка ко мне пришла которая захотела взять себе выкладной френч поэтому я не упускаю возможности очередной раз показать вам как его выполняю я выполняю я его достаточно редко возможно за всю свою практику я делала его около 15-20 раз но не более времени на него у меня уходит обычно намного больше чем просто наращивание или просто на покрытие гид лаком либо же какая-то коррекция обычно на него у меня уходит три три с половиной четыре часа в данном случае на работу я потратила четыре часа у нас было снятие старого материала в общем и также наращивание арочного квадрата и плюс выкладной френч вообще за всю свою практику сколько я себя помню самый быстрый маникюр был у меня за полчаса это было покрытие нюдовой базой на просто на свои ногти и также самый долгий маникюр это было 5 часов это было еще в начале моего пути мастера маникюра сейчас у меня 4 часа вот занимает выкладной френч и наращивание если я буду работать еще плюс съемка это тоже нужно учитывать потому что на съемку уходит обычно больше времени чем просто на чем просто на маникюр без съемки так как еще нужно наблюдать и за этим и мне было бы интересно узнать сколько времени занял у вас самый быстрый маникюр за всю свою практику и сколько занял самый долгий это я думаю интересно будет не только мне поэтому пишите в комментариях посоревнуемся у кого сколько времени маникюр когда-либо занимал сейчас я вам расскажу о своих любимых гелях вы меня давно просили поэтому сейчас хочу поделиться гелями которыми я работаю на протяжении уже четырех лет это гели селкар и вы меня часто спрашиваете довольна я так вот мой ответ да довольна я им уже не изменяю достаточно долгое время поэтому вот еще вышла новинка в магазине в который я отмечу в описании где я заказываю все эти гели у них новинка это гель желе натуральный вот такого цвета очень красивый цвет прям хочется его съесть красивый будем с вами его тестировать обязательно не раз еще я думаю дальше у меня есть полигель давайте посмотрим 35 оттенок я уже заглядывала в инстаграме их показывала поэтому они вот так вот открыты немножко они были все запечатаны так полигель вот такой розовый нежный тоже натуральный красивый оттенок 502 гель вот такой прозрачный он идет с голубым подтоном потому что он для того чтобы не давать желтизны чтобы был прозрачный цвет и 102 вот такой красивый тоже нюдовый гель будем с вами все это стеревать но в принципе все эти гели вы уже видели не в одном из моих видео поэтому и сегодня выкладную френч я буду делать с помощью одного из тех гелей которые я показывала а именно гель желе натурального оттенка обезжирила ногти нанесла на них дегидратор затем без кислотный праймер если вы видите что клиента влажные ногти а именно что означает влажные ногти это когда ногти и кожа вокруг ну вернее ногти а кожа вокруг ногтей имеет гипергидроз то есть у клиента часто потеют руки и тем самым ногти тоже влажные в этих случаях вы обязательно должны носить кислотный праймер потому что кислотный праймер дегидратирует ногтевую пластину то есть он выведет лишнюю влагу и еще влажные ногти это когда ногти имеет жирный блеск то есть вы забавили ногтевую пластину к примеру пока вы там работали с кутикулой или же какие-то действия выполняли ноготь из матового превратился снова в такой глянцевый местами возможно поэтому в таких случаях применяйте лучше кислотный праймер все таки но я уже нанесла тонким слоем базу просушили ее в лампе и подставляю шаблоны клиентка моя любит понравилось ей форма арочного квадрата поэтому я формы ставлю вверх и на квадрат конечно же кончик формы мы не зажимаем форма у нас должна быть как трубочка после того как шаблоны я подставила я показала вам как их подрезаю я выполняю подложки в данном случае так как у нас будет выкладной френч очень важно сделать подложки именно прозрачным гелем прозрачный гель у меня тоже вот силкар я ему показывала вам ранее все гели которыми я пользуюсь у меня от силкар и я заказываю в этом магазине и могу смело вам его рекомендовать поэтому переходите по ссылке в описании и собственно там можете приобрести те гели которыми я работаю кстати я часто слышу от своих клиентов о том что многие мастера не делают выкладной френч и отказываются его выполнять аргументируя это тем что это долго и это слишком сложно да выкладной френч это непростой маникюр я с этим полностью согласна но мне было бы интересно почитать вот почему вы к примеру не делаете выкладной френч или почему именно вы его не любите мне это очень нужно так как я планирую делать курс на тему выкладного френча и мне очень важно знать именно почему что вас останавливает сделать выкладной френч что именно для вас самое сложное и что у вас не получается в данной работе вот это очень будет для меня полезная информация и я хотела бы чтобы вы помогли мне и написали свои проблемы а я помогу вам сегодня я постаралась несколько раз показать вам как я подрезаю формы здесь вы можете заметить у клиентки достаточно длинное ногтевое ложе свое и гипонихий достаточно выраженный поэтому форму я подрезала вглубь ну и также выпускала боковые валики для того чтобы форма у меня хорошо встала ну а теперь я аккуратно снимаю формы поддеваю песеновой палочкой по краям подложки для того чтобы они ну то есть для того чтобы подложка отошла от шаблона и я ее не сломала просто кстати очень обидный момент когда снимаешь подложку и случайно она отрывается либо трескается вместе с шаблоном и приходится все заново делать это конечно такой конфуз в работе мастера маникюра у меня такой достаточно часто к сожалению бывает очень обидно когда вот так шаблоном просто подложку срывает вместе с собой ну и вот тот гель желе который я показывала чуть ранее сейчас буду делать им улыбку для френча красивый натуральный оттенок и я буду делать в два этапа улыбку можно было бы в принципе сделать это и в один этап но я не люблю много пилить поэтому я лучше сделаю два этапа но это будет более точная выкладка и менее затратно в опере соответственно какое именно ногтевое ложе делать это уже в принципе на усмотрение мастера кто-то любит ногтевое ложе поострее кто-то любит его по овальные по длине и покороче это уже нужно корректировать смотря на ногтевую пластину клиента какая форма ногтей какую длину клиент выбрал то есть есть масса критерий по которым мы уже формируем улыбку для будущего френча когда первый этап выкладки бортика для французского маникюра готов я приступаю к второму этапу в этом этапе я где-то подравниваю улыбку если мне это необходимо добавляю высоты а также самое главное выстраиваю апекс который нужен нам для того чтобы ногти в процессе носки не сломались были крепкими и носибельными бортики готовы их нужно опилить я снимаю липкость геля и теперь твердосплавной фрезой зеленая насечка и у меня фреза иголочка я выпиливаю бортик в углу для того чтобы он встал у меня таким козырьком и и я смогла подобраться к нему пилочкой потому что если этот этап пропустить то пилочка вряд ли хорошо зайдет вот это вот углубление бортика и скорее всего улыбка будет нечеткой поэтому это обязательный момент его нужно всегда делать никогда его не упускайте важный момент еще в том заключается что нам нужно давить именно вглубь бортика а не в подложку потому что подложку соответственно вы тогда просто возьмете и спереди ну либо же ее часть либо ее полностью поэтому данным именно в борт но никак не в подложку здесь очень важно контролировать ваши движения и важно чтобы был упор например у меня это мизинец я делаю упор на мизинец всегда и также ваш локоть должен стоять всегда быть на столе но не в воздухе и после этого этапа я уже беру пилочку у меня пилочка 100 на 100 грит она должна быть не слишком толстой и не слишком тонкой для того чтобы пробраться в усики и опилить там качественно уделяйте внимание тому чтобы была высота борта для того чтобы мы смогли пилочкой потом туда пробраться и выполнить качественный бортик опилила я уже бортики также поверхность нужно обязательно опиливать для того чтобы будущее улыбка была ровной и теперь мы просто включаем полет фантазии и делаем все то что хотим мы можем в чем вообще преимущество выкладного френча во первых это очень красиво и загадочно смотрится а во вторых сюда можно просто напихать все что угодно хоть стразы хоть бульонки хоть фольгу там я не знаю какие-то блестки объемные то здесь уже просто мы можем включить свою фантазию и делать все что мы хотим данном случае клиентка моя захотела чтобы улыбка была черная кончик был полупрозрачный поэтому я сейчас черным гей-лаком подвожу бортик аккуратно ну то есть как бы как аккуратно в зоне усов я это делаю аккуратно но на поверхность борта можно попадать потому что мы потом будем все это опиливать и ну и соответственно лишний гей-лак он спилится я просто делаю сейчас все аккуратно ну так как повторюсь я не люблю много пилить и мне вот всегда нравится делать на готовность это на самом деле очень правильная стратегия потому что когда вы делаете на готовность вы экономите свое время и свои усилия после того как черный гей-лак я немножко подтушевала кистью широкой я дальше наношу блестки блестки уже выставляю на гель какие блестки это уже опять же полет фантазии на свое усмотрение делаете я выбрала вот такие нежные блестки они серебристо-голубым таким переливом и дальше после того как я просушила блестки я перекрываю тот участок который у нас остался прозрачным гелем почему я не рекомендую делать это полигелем прозрачным потому что полигель нам не даст кристальности вот эту которая нам нужна выкладном френче но теперь приступаю к опилу вы видите что пили здесь немного так как повторюсь снова таки я делаю все на готовность стараюсь чтобы у меня пила много не было не люблю я опил поэтому сейчас осталось мне фрезой подровнять ногти убрать какие-то основные участки которые долго пилить пилочкой это я делаю барабанщиком очень удобно когда у фрезы параллельно ногтю поверхность то есть она идет такой формой что просто сразу ровно пилит не нужно ее наклонять ни в какую сторону и теперь пилочкой подравниваю слегка ногти и собственно вот весь опил придаю сначала вид сверху пилю торец и только потом начинаю шлифовать ноготь как трубочку туда-сюда от одного края к другому потом перехожу в зоне у кутикулы и пиль выпиливаю там лишний материал если он имеется подравниваю в зоне апекса и только в конце уже я перехожу к боковым параллелям также после опила у меня на некоторых ногтях образовалась толщина в торце которую я выпилила тем же барабанщиком но это я уже сделала за кадром вот так ногти выглядят после опила уже все симпатично и красиво на этом этапе когда еще ногти матовые но конечно же вся сказочность выкладного френча и красота проявляется уже после перекрытия топом мне очень интересно будет знать полезно было это видео для вас или нет понравилась вам моя работа что вы о ней думаете пишите в комментариях ну конечно же ставьте лайк этому видео если я была вам чем-то полезно и интересно я очень для вас старалась также подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик чтобы не пропускать мои новые видео но я вам благодарна за поддержку с вами ненадолго прощаюсь всем пока